Русские новости Русские новости, 29 выпуск 15 марта прошла всероссийская акция День русской солидарности Она прокатилась от Хабаровска до Калининграда Акции были небольшие по численности, поскольку и пассивность в русском движении в целом в русском народе достаточно велика И власти всячески противодействовали проявлению той самой русской солидарности, которая должна сплотить русское движение И в конце концов смести русофобскую власть, олигархический режим, который ненавистен подавляющему большинству русских людей К сожалению, эти русские люди пока предпочитают стоять в сторонке и смотреть, что будет Они проклинают эту власть на своих кухнях, но делать ничего не хотят и включаться в политическую борьбу не желают Но если борьба не будет политической, то, наверное, все превратится в бессмысленный и беспощадный русский бунт Который дорого обойдет самому народу Поэтому необходимо использовать политические средства, которые мы и использовали в День русской солидарности Он был посвящен геноциду русского народа, преследованию по политическим мотивам русских общественных активистов И требованию об отмене 282 статьи Уголовного кодекса, которая давно получила название «Русская» И направлена против русского движения для того, чтобы пресекать действия русских общественников, русских политических деятелей Многие от этой статьи уже пострадали Ну, конечно, дело не в самой статье, но в том, как себя ведет власть И она ориентирована на то, чтобы применять Уголовный кодекс против русских людей, когда они действуют против этой власти Даже если они и действуют законными методами Власть в нескольких местах предприняла шаги для того, чтобы не допустить проведения акции Дня русской солидарности В Хабаровске, например, объявили, что весь день по всему городу будет проходить уборка весенняя Не знаю, что они там убирали, снег или в прошлогоднюю листву Но места для русской акции не нашлось, поэтому пришлось проводить одиночные пикеты В Новокузнецке местный глава МВД Коган, как всегда действующий уже много лет против русского движения Распорядился, чтобы заминировали площадь Ну, может быть, это не он распорядился, но, по крайней мере, его подчиненные Отцепили площадь, где должна была проходить согласованная акция русских национал-патриотов И на этой площади ничего не произошло Там бродили полицейские с поисковыми собаками И искали мину, которой, естественно, там не было, не существовало В Москве тоже чиновники всячески постарались акцию нашу запретить Из четырех мест, где намечались пикеты, массовые пикеты Согласовали только одно, и то перенесли с одного места на другое Чтобы максимально осложнить нашу консолидацию и сбор людей Ну, одну акцию мы провели, достаточно многочисленную Она превратилась фактически в митинг, не нарушая закона Мы сказали об этой власти все, что мы думаем И у полиции не было повода для того, чтобы кого-то задержать В целом, надо сказать, что акция прошла по всей стране без эксцессов Везде проходили только согласованные мероприятия В основном это были пикеты, массовые пикеты по 10, 15, 20 человек В Санкт-Петербурге прошли как одиночные пикеты, так и массовые пикеты В Москве тоже прошли по всему центру Москвы одиночные пикеты И массовые пикеты прошел около станции метро 1905 года Во многих других городах прошли тоже массовые пикеты В некоторых местах митинги, но митинги согласовывали власти очень редко Да и русские активисты не очень стремились к тому, чтобы что-то говорить Потому что еще у нас достаточно неопытный актив И с речами выступать практически некому Поэтому нам нужно, конечно, подтягивать в русское движение и интеллектуалов, которые будут формулировать цели и задачи этого движения И цели и задачи России в целом при русской национальной власти Упадок, которым оказалось русское движение, в основном обусловлен внедрением в него разного рода авантюристов и провокаторов Сейчас практически произошло очищение в связи с событиями, которые произошли в Новороссии, на Украине Многие из тех, кто вообще-то не был по своим политическим воззрениям, по взглядам русским националистам, русским национал-патриотам Откочевали в совершенно другой лагерь, лагерь сепаратистов, анархистов, антигосударственных элементов И таким образом русскому движению снова приходится подниматься из крайне тяжелого положения До того уровня, который мы уже, можно сказать, достигли, когда провели всероссийскую акцию Сейчас происходит подготовка к следующей акции, которая пройдет 1 мая Раньше она называлась «Русская весна», «Русский день труда», «Русский первомай» Теперь, может быть, придется какое-то новое название придумывать Может быть, «Русский первомай» оставить Потому что «Русская весна» совпала с событиями на Украине в прошлом году И ассоциируется теперь с той ситуацией, которую мы можем видеть в Новороссии И эта ситуация крайне плачевная Если все начиналось действительно как «Русская весна», как становление Русской республики Которая могла возникнуть в масштабах целой Новороссии Именно не того Кулачка, который от нее остался после оккупации остальной территории карателями Порошенко А всей Новороссии, всей исторической территории Новороссии Могла возникнуть Русская республика И русские люди поехали в ополчение И поднимали черно-желто-белые флаги русской имперской символики И действовали как русское движение Но постепенно кремлевские предатели переформатировали этот порыв И превратили Новороссию в проект СССР 2.0 Это интеллектуальное убожество Господин Кургинян, который выдвинул эту идею, действовал, конечно, по указанию Кремля И наведывался в Новороссию, и навязывал, и за кулисами навязывался этот проект И сейчас Новороссия выглядит как какой-то обломок СССР И в руководстве стоят фактически криминальные типы, поставленные Кремлем И тот проект Новороссии, о котором мы мечтали, конечно, не состоялся Именно в связи с тем, что в России, в Кремле сидят отъявленные предатели И они действуют против интересов русского народа Против интересов народа, который населяет Новороссию Так вот, 1 мая мы должны провести также массовые мероприятия по всей стране И подключаются новые региональные структуры, новые организации Я надеюсь, мы проведем новое мероприятие под лозунгом «Воля нации – национализация» Речь идет о национализации собственности олигархии А это и есть как раз вот эта предательская верхушка Которая получила максимальную выгоду от разорения нашей страны в 90-е годы И сейчас фактически захватила политическую власть И каждый выбор подтверждает, что эта власть изменническая Что она самозванная Что она будет действовать антизаконными методами Будет захватывать власть каждый раз на каждых выборах Фальсифицируя эти выборы, фальсифицируя результаты Уничтожая своих противников вне всяких выборов И управляя затем, якобы в результате выборов получив власть Также антизаконно не соблюдая даже те законы, которые сама принимает Вот эта власть, конечно, должна быть уничтожена А у олигархии должна быть изъята вся ее собственность Начали работать оргкомитеты в регионах Сейчас уже несколько десятков регионов подключились к тому Чтобы продолжить традицию всероссийских русских акций А, собственно, через эти акции и будет формироваться русское движение И мы призываем всех русских политических активистов Все русские организации подключиться к этой работе У нас нет начальников, у нас нет какого-то единого центра Это конфедеративная структура, конфедеративная коалиция И в регионах каждая организация самостоятельно определяет, как ей действовать Единственное, что мы всем рекомендуем И те, кто подключаются к акции, соглашаются с тем Что мы должны выдвигать только то, что нас объединяет А то, что нас разъединяет, выводить за скобки И если уж спорить, то спорить корректно, не оскорбляя никого И стремясь к достижению взаимопонимания Выдвигаются общие лозунги И эти лозунги будут обнародованы, как только они будут отработаны И с ними согласится подавляющее большинство Тех, кто участвует в подготовке акции русского 1 мая Вопрос о том, где мистер Путин разрешился Успешно для самого мистера Путина Состоялся большой митинг на Васильевском спуске Рядом с Кремлем, прямо рядом с тем местом, где убили Бориса Немцова Этот митинг я называю митинг наемников и невольников Потому что в нем приняли участие либо те, кому платили деньги И это уже никто даже особенно и не скрывает раздачу этих денег Всяким там бабулькам Либо это люди подневольные, которых просто насильно сгоняют Ну, может быть, они не сильно сопротивляются Потому что это позволяет им пропустить какой-то рабочий день И наладить отношения своим непосредственным начальством Вот высшее начальство требует от государственных органов Пригнать как можно больше людей на Васильевских спуск Включая студентов, которых снимают занятия целыми факультетами И привозят на Васильевский спуск Главное организовать массовку Насколько она одухотворена какой-то общей идеей Или насколько люди присутствуют на этом мероприятии по зову сердца Никого не волнует Главное дать картинку, потом эту обманную картинку представить на телевидении Как будто действительно весь народ 18 марта вышел на Васильевский спуск Там пол Москвы вышла Для того, чтобы отпраздновать годовщину воссоединения Крыма с Россией На самом деле уже подавляющему большинству граждан все равно Есть Крым в России, нет Крыма в России И это большинство живет в ощущении таком Лишь бы не было войны Путин, конечно, молодец Замечательно, что он присоединил Крым И честь ему и хвала И поэтому его рейтинг 90% Ну, как спрашивают, так и отвечают на социологические вопросы Поддерживают присоединение Крыма? Да А если в ближайшее воскресенье будет голосование по поводу того Кому быть президентом дали в следующую политическую эпоху Люди тоже отвечают Ну, конечно, Путину Попробуйте вы ответить что-нибудь другое Далеко не всякий сейчас рискнет дать какой-то противоположный, какой-то иной ответ Вот поэтому чем ближе рейтинг к 100%, тем ближе крах этого режима Я думаю, люди просто перестали верить в то, что можно безнаказанно критиковать эту власть Поэтому предпочитают ожидать, когда она сама рухнет Когда она начнет сама себя пожирать Ну, собственно, это уже и началось И когда господин Путин пропал на несколько дней Все задавались вопросом, что же будет дальше Какой кошмар Если Путин исчез, то что будет происходить Может быть, его заменят двойниками И действительно говорят, что целую неделю, или даже две недели Лицо двойника приближали к оригиналу Соответствующими операциями Хирургическими, пластическими, не знаю, какими еще Вышел ли на публику Путин 18 марта? Многие считают, что нет Что вот у него даже ухо не той формы Примерно те же смешные аргументы приводились Как и по поводу Ельцина Который якобы в 96-м году перед вторым туром президентских выборов умер А потом провел его двойник Ну, нам какая разница В общем-то, мы не очень интересуемся Кто есть мистер Путин Тот самый Путин, который был Собчаком И который соучаствовал в государственных переворотах На уровне мелкого чиновника Или это тот самый Путин, который пришел к власти В результате провокации со взрывом домов В Москве и в Волгодонске Или это тот Путин, который является двойником того самого Путина Который был до того Нас это особенно не интересует Нас интересует данный режим, который истязает нашу страну И который должен быть, конечно же, пресечен Для того, чтобы страна могла продолжить свое историческое существование Этот режим должен быть устранен Желательно, чтобы это произошло бескровно, спокойно Законным путем Но нам законные пути перекрывает постоянно эта самая власть Она знает, что она воровская Она знает, что она незаконная Поэтому она всеми методами, включая и незаконными Уничтожает русское движение главного своего врага А либералы, коммунисты, это не ее враги Это оппозиция ее величества Как вот в Великобритании есть оппозиция Но это оппозиция, действующая в рамках того политического режима Который сложился Вот и у нас тоже есть оппозиция его величества Они же не оспаривают законность Прихода Путина и олигархической группировки к власти Они существуют при этой власти Получают от этой власти свои коврижки Возможность, например, провести митинг в центре Москвы Или возможность присутствовать в Государственной Думе Или выдвигать своих кандидатов Или переселяться из рядов оппозиции Куда-нибудь на губернаторские посты Или в администрацию президента В помощники президента На какие-то министерские должности Эти люди не являются оппозицией Это просто политические структуры Создающие трамплин Очередным изменникам и предателям Которые лишь играют в оппозицию И тем самым обманывают граждан Нам, в общем-то, все равно, что случилось с Путиным Мы можем ответить на вопрос Что же с ним случилось Так же, как он сам в свое время ответил По поводу подлодки Курск Он сказал, что она утонула Мы можем тоже сказать Он утонул, где утонул, как утонул Ему-то все равно было, как утонула лодка Может быть, он даже знал, что она вовсе не утонула А была потоплена в результате торпедной атаки Он просто скрыл эти обстоятельства И поэтому односложно ответил на вопрос американского корреспондента Подлодка Курск утонула А что произошло с Путиным? Ну, куда-то утонул В общем-то, нам все равно, утонул или остался на своем месте Плохо о живом мертвеце или о мертвом живце Говорить не будем Приведем лишь цитатник из речей Путина От Максима Калашникова Он такой короткий, неполный Ну, может быть, коллекцию надо как-то собрать И опубликовать, что он понаговорил Вот, что говорил Путин В каком эпохально важном событии прошлого страны Вы приняли бы участие? Задали ему как-то вопрос Путин ответил В февральской революции 1917 года То есть, в заговоре, в государственном перевороте Который состоялся в результате заговора И уничтожения законной власти государя-императора В уничтожении монархии В уничтожении исторической России По сути дела, это признание того Что он и сам является самозванцем Как и те февралисты Которые уничтожили Российскую империю Уничтожили власть в Российской империи Ну, а дальше все посыпалось Дальше из-под поля вышли живодеры Профинансированные германским генеральным штабом И покрушили тех, кто совершил февральский переворот Нам, конечно, не нужно Чтобы у нас произошло замещение Одних самозванцев другими Нам нужна законная русская власть Только русская власть будет законной Она продолжит историю России Как имперскую, так и советскую Но в той части, в которой та и другая была Именно русской Русскую историю надо продолжить Далее, что говорил Путин Главные мои жизненные университеты Это время работы с Анатолием Александровичем Собчаком И под его руководством Именно в это время у меня сформировались Основные принципы отношения к делу К службе, к людям Анатолий Александрович Собчак был человеком не только очень порядочным и цельным, но и очень честным И я это знаю точно, поэтому могу об этом говорить с полной определенностью Когда человек занимает принципиальную честную позицию, люди это чувствуют Мы знаем Анатолия Собчака Как соучастника Государственного переворота Одного из теоретиков этого Государственного переворота, который произошел в России В 1991 году Мы знаем его как вора Который скрывался за рубежами страны Для того, чтобы уйти от правосудия И мы знаем его как человека бесчестного Бесчестного Мы знаем о том, как он ездил в Тбилиси Когда там произошли кровавые события И вместо того, чтобы рассказать правду об этих событиях Уклонился фактически Глава парламентской комиссии, которая туда была направлена Уклонился от того, чтобы сказать правду Что происходит распад страны Происходят действия, которые предусмотрены неким закулисным сценарием Для того, чтобы расчленить нашу страну Собчак был соучастником этого расчленения Был государственным преступником Если Владимир Путин ориентируется именно на этого человека Как на своего учителя То, наверное, ученик не лучше учителя Соответственно, мы можем предполагать Что Владимир Путин может править Только в режиме государственного переворота Только в режиме самозванства Многие просто не понимают, что происходит в России Это ужасно И нам надо открывать людям глаза Снимать у них пелену с глаз, чтобы они видели Король-то голый Мы-то хорошо это видим Мы знаем в деталях, что происходило И что происходит сейчас И кто правит нами Это группировка отчаянных русофобов Отчаянных воров И отчаянных изменников Самые распоследние негодяи Далее, что говорил Путин Переход от плановой экономики и социалистической морали К морали, основанной на вечных ценностях Это сложный процесс Особенно, если он связан с быстрым обогащением Отдельной группы или конкретных физических лиц Это общество воспринимается болезненно и негативно То есть то, что воспринимается болезненно и негативно Как раз господин Путин и поставил во главу угла Своей политики И это воплощает жизнь То есть обогащение узкой группы лиц Это является его целью Он является ставленником этой олигархической группировки И гарантом ее власти Попирающий закон Чубайс совершил много ошибок Но кто-то должен был сделать то, что они сделали Они изменили всю структуру российской экономики Тренд развития Эти люди имели мужество на преобразовании То есть Путин и Чубайс Это фактически одно лицо Может быть, как раз лицо Чубайса Немножко подреставрировали Немножко переделали И это стало лицом Владимира Путина Ну тут точно мы уже не можем сказать Двойник ли появился в роли Путина Но с душой Чубайса Или это какой-то другой человек Главное, что их ориентиры абсолютно совпадают с Чубайсом Разорять страну, грабить ее И сдавать стратегические интересы В лапы мировой олигархии Вот это и есть деятельность Владимира Путина и его группировки Взять и огульно заявить, что этот человек преступник Что он что-то украл Это не по-честному Это неправильно И мы так делать не будем Это Владимир Путин Выступая в 2013 году Так защищал господина Чубайса Чубайс, правительство провели приватизацию И спасибо за это Они проделали огромную работу Сегодня нечестно будет их осуждать У Роснано, конечно, есть проколы Но это не уголовщина Это не воровство Ну да, когда воровство приобретает космические масштабы Это уже не воровство И они вообще, вот эти люди, которые грабят нашу страну Они и не ощущают, что они воры Они знают, что они разграбили страну Но себя считают какими-то мессиями Прямо неспосланными Господом Богом для того, чтобы нас спасать То есть они нас грабят, а считают, что спасают У них так мозги повернуты Нам надо, видимо, головы с этими мозгами сворачивать на сторону Чтобы эти головы не морочили головы нам У меня очень хорошее личное отношение с Бушем Он надежный партнер, человек чести, порядочный, хороший товарищ То есть отчаянный враг русского народа и России Который не раз проявлял враждебность к нашей стране и к нашему народу Это вот честнейший друг, чуть ли не друг-товарищ господина Путина Это тоже в его высказании вскрывает связи с мировой олигархией Американцы с помощью Голливуда формировали сознание нескольких поколений Внедряя не худшие с точки зрения общественной морали ценности Здесь есть чему поучиться Голливудовщина, вот с чем нужно нам смириться С тем, что Владимир Путин будет использовать то же самое Для того, чтобы замутить мозги нашему народу Нам нужно понимать, что Голливудовщина сформировала и самого Владимира Путина Он плоть от плоти Голливудовщины Он там учился у голливудовцев Он пользовался услугами тех, кто формировал сознание американцев И тех, кто точно так же формировали сознание российских граждан целого поколения Или даже двух поколений Владимир Путин и его компания прививают рабское подчинение начальству Которое давно уже не русское, не национальное, а антинациональное, антирусское Я с трудом представляю себе НАТО в качестве врага России Ничего страшного, что они будут временно базироваться на территории России нет Дай им Бог здоровья, пусть работают Сдача нашей территории НАТО Это один из итогов деятельности Владимира Путина И одна из его целей НАТО на территории России Даже несмотря на то, что сейчас отношения с Западом крайне обострились НАТО все равно остается на территории России Владимир Путин считает, что дай Бог им здоровья Это та группировка военно-политическая, которая разбомбила, уничтожила независимую Югославию, Сербию И которая настроена была всегда враждебна к нашей стране Владимир Путин считает, что дай Бог им здоровья, пусть работают Ахмат Кадыров достойно и мужественно исполнял свой долг перед своим народом Это был по-настоящему героический человек Это вот бандиты-убийцы, это героический человек И вот это высказывание Путина также раскрывает его внутренний мир Это внутренний мир, в котором уголовщина является подвигом В котором деятельность против России является чем-то достойным И поведение буквально отморозка является проявлением мужества То есть у нас с Путиным прямо противоположные оценки Или прямо противоположные значения тех слов, которые мы употребляем в русском языке У него нерусские суждения, нерусские представления о значении этих слов То есть в этом смысле он не русский, а антирусский человек Он говорит одно, а думает другое Мы когда произносим эти слова, честь, мужество, достоинство Мы думаем об одном, он думает совершенно о другом Поэтому ни одному слову этого человека верить нельзя Ваше отношение к катастрофическому состоянию воспитания молодежи Такой вопрос как-то задали Путину Путин сказал, никакого апокалипсиса в жизни молодежи не вижу Мы-то видим такой локальный апокалипсис в жизни нашей страны И мы видим, что у русской молодежи просто нет будущего А Владимир Путин абсолютно равнодушно к этому относится Никакого апокалипсиса, вообще наплевать на все Замечательно живут люди, которые будут определять будущее нашей страны Они не живут, а существуют У среднего и старшего возраста было хотя бы прошлое Будущего ни у тех, ни у других, конечно, тоже нет при этом режиме Но у молодежи нет ни прошлого, ни будущего Вот это и есть такой личный апокалипсис каждого молодого человека В этом списке цитат Путина явно не хватает О его высказывании по поводу лозунга «Россия для русских» Путин сказал, что этот лозунг произносят либо провокаторы, либо придурки То есть все мы в русском движении, все русские патриоты, национал-патриоты, националисты Это либо придурки, либо провокаторы Но мы-то считаем, что придурки и провокаторы сейчас правят нашей стороной И Владимир Путин, то, что сказал про других, на самом деле определился в отношении себя Мы таковым его и считаем, потому что путинская Россия, разумеется, не для русских Для особо рьяных любителей прославлять начальство, надо сообщить Роструд зафиксировал рост безработицы в 81 из 85 субъектов Российской Федерации Это состояние нынешнего дня Официальное число безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости Население в целом по стране составило на 1 января 2015 года 885 тысяч человек Что на 7,8% больше, чем на 1 декабря 2014 года Вы представляете, на 7,8% скакнуло безработица Кроме того, реально процентов 10 получают только символическую зарплату То есть фактически являются безработными или безоплатными И еще примерно 10% просто не регистрироваются как безработные Потому что службы занятости у нас не существует У нас, может быть, существует какой-то учет Тех, кто обращается в государство за помощью в поисках работы Но на самом деле обращаться туда бесполезно Никакой достойной работы вам не предложат Никакого переобучения, ничего Все это давно считается чем-то второстепенным, неинтересным И государственные мужи никогда об этом не отчитываются Предпочитают вообще помалкивать о безработице С одной стороны, на должности рабочих у нас принимаются в основном гастарбайтеры Они же удобнее, они такие ручные С ними можно делать все, что угодно А с другой стороны, на интеллектуальные должности у нас есть запрет на профессии Когда я приехал к потенциальному работодателю Через несколько минут у него вырвалось А, вы тот самый Савельев Ну, понятно, что речь шла о том, что Я должен был бы устроиться на работу в соответствии со своей квалификацией Но поскольку я занимаюсь политикой И являюсь противником на недействующего режима То в высшем учебном заведении я, видимо, работать не могу То есть запрет на профессии реально существует Вот на своем опыте это я знаю точно И на опыте моих соратников Вот еще новость для всех болящих Пациент Ростовской городской больницы номер 8 скончался от переохлаждения на тротуаре около здания стационара Это произошло через полтора часа после того, как медики вывели его из больницы и оставили на улице Так продолжается реформа медицины Медицина подлежит полному уничтожению А без уничтожения медицины трудно уничтожить народ Ну, поэтому вот так вот Медиков воспитывают в таком духе Человек болен, но уже срок его пребывания в стационаре закончился Некому забрать его Ну, тогда просто выносим на улицу И пусть он там подыхает Вот такое отношение сейчас в медицине Потому что она превратилась в сферу обслуживания Все, ваш срок пребывания в стационаре закончился Мы вас просто выкидываем на улицу Дальше, что с вами будет, нам совершенно все равно Как и в власти, все равно, что будет с народом Если ты нищий, то тоже сдохнешь Тоже сдохнешь Мосгордума приняла в первом чтении законопроект Устанавливающий штрафы до 5000 рублей для попрошаек в метрополитене И еще 25-метровую зону вокруг входа в метро Входа в метро, где тоже нищим запрещено появляться А где им вообще можно появляться? Да нигде То есть сдохни, собака Если ты попал в сложную жизненную ситуацию Если ты не можешь заработать себе на жизнь Если у тебя нет пенсии, которая обеспечивает тебя Хотя бы минимальными продуктами питания И возможностью оплачивать хоть какое-то жилье Тогда просто сдохни В прошлом году в метрополитене было выявлено Как они выявляют, наверное, с помощью полиции Порядка 2500 попрошаек Всем этим людям положено просто умереть Это только в Москве Но в остальных местах, я думаю, что большая часть их уже давно вымерла Конечно, хорошо бы, чтобы у нас вымирал идиотизм в мозгах людей Уж больно много его накопилось Столь много у нас идиотов Сергей Доренко в эфире радиостанции «Говорит Москва» Просил слушателей, как бы они отнеслись к идее применения ядерного оружия В борьбе за российский Крым Если вдруг кто-то протянет руку к Крыму То 62% радиослушателей одобрили применение ядерного оружия В случае посягательства на Крым Может быть, по Украине они нанесут этот ядерный удар А может быть, если украинские каратели проникнут на территорию Смоленской области или Курской области То ядерный удар может прям по своей территории нанести Этот идиотизм и само участие в этом опросе И само возникновение такого опроса Свидетельствует о тяжелом пороке в сознании людей Скоро мы будем лицезреть скульптурные портреты самозваного императора Обещают поставить в питерском метро Поэтому ждите Может быть, поставят для того, чтобы каждый мог подойти И плюнуть в физиономию Скульптурного двойника Того, кто истязает нашу страну Ну, ждите появления вот этого скульптурного изображения 9 мая Кто-то, наверное, опустится на колени Кто-то цветы принесет Но русский человек должен пройти мимо с презрением Можно порекомендовать в качестве дополнения к этой скульптурной инсталляции Еще такую решетку, чтобы, во-первых, руками не трогали А во-вторых, чтобы было понятно, где на самом деле должен размещаться прототип этого изображения По поводу митинга 18 марта Бюрократия провела, как всегда, мобилизацию подневольных и наемников Массовку нагнали отовсюду Потом за деньгами стояли длинные очереди, позорище, да и только Нам снова предложено радоваться тому, что случилось год назад И славить начальство, которое отдало Крым на растерзание варью Одна олигархия сменила другую И что здесь праздновать? Что праздновать? Что Крым не бомбят в этот день, как бомбят Новороссию Ну, все еще может быть впереди Будем праздновать всюду, что просто не бомбят Что не бомбят, скажем, Владивосток Или не бомбят Екатеринбург Или не бомбят Москву Это уже за это спасибо нашему начальству А когда начнут бомбить, что мы будем делать? Рейтинг будет 100% Если начнется какое-нибудь уже полное безобразие Мы не можем с этой властью иметь никаких праздников В том числе и праздник 9 мая Каждый из нас, конечно же, будет отмечать Но с этой властью отмечать его просто нельзя Потому что все эти праздники Это издевательство власти над здравым смыслом И над нашим народом Это праздники наших врагов А не наши национальные праздники Когда-нибудь, когда мы эту власть сметем Мы, наверное, достойно отметим и воссоединение Крыма И 9 мая, и другие достойные праздники Которые напоминают нам о русских триумфах И русских трагедиях О нашей истории Эти люди, которые сейчас у власти ничего не помнят И используют все эти праздники Только как личный пиар Для того, чтобы поднять личные рейтинги Но вовсе не для того, чтобы воспитать народ Новое поколение в уважении к своей собственной истории И в любви к своей собственной стране Устроив смертоубийство в Новороссии Путин на митинге вдруг вспоминает Что русские украинцы один народ А что ты делал в последние полтора десятка лет, спрашивается Об этом где-нибудь было сказано? Нет, только сейчас Только когда возникли вот эти трагические события Путин вдруг начал вспоминать о русском народе О том, что русские украинцы от одного корня Ну, на самом деле, ему все равно На самом деле, ему все равно Если бы не было все равно Он давно бы уже об этом где-нибудь бы досказал Но он даже слово русский произносить стал без затруднения Вот только, наверное, в последние полгода И то делает это крайне редко Он говорит, что он защищал всегда русский народ Он никогда его не защищал Он всегда был его распоследним врагом Просто не выражал свою враждебность в словах А выражал свою враждебность в делах Сейчас он появляется на митинге Что-то там говорит о русском народе Но он до этого момента просто даже забыл, что русские существуют Или помнил о них лишь как о силе, которая может его свергнуть Которая может посигнуть на его власть А теперь он пытается заигрывать с русским народом Я надеюсь, что русский народ все правильно поймет И, наконец, когда прозреет, когда придет время Он даст оценку деятельности Путина И эта оценка будет столь же нелицеприятной Как и оценка его предшественника, его патрона Можно сказать, его любимца Бориса Ельцина Ему-то уже народ отдал должное в своих оценках Когда враги радуются, нам не следует веселиться Нам надо думать, почему другие веселятся Может быть, они глупы Или, может быть, они не понимают, в какой ситуации они находятся Может быть, им надо сообщить о той катастрофической обстановке В которой мы живем И надо подвигнуть к пониманию того Что если мы не изменим ситуацию в России Если в России не будет установлена русская власть То русская история закончится И заканчивать ее будет нынешнее поколение Если оно покорится вот тому лживому обаянию Путина И его группировке, фактически группировке Чубайса То это будет катастрофа для всех последующих поколений Вот этого не хотелось бы Поэтому нам надо сплотиться Нам надо действовать совместно Нам надо, чтобы русские люди пошли в русское движение Стали его поддерживать не на словах, а на деле Поддерживать своими средствами Потому что олигархия нас никогда не будет финансировать Ибо мы ее враги Нам нужно, чтобы русский народ почувствовал в русском движении Своего единственного защитника Свою единственную перспективу Поэтому, русские люди, вступайте в русские национальные организации Создавайте новые организации Создавайте коалиции Участвуйте в всероссийских мероприятиях Проводите свои мероприятия А сейчас готовьтесь к русскому 1 мая Под лозунгом Россия, русская власть Воля нации, национализация Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин